В суде Зайльцовского района продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего воспитателя патриотического клуба Альфа Романа Кошкина. Ему предъявлено обвинение в совращении несовершеннолетней бывшей воспитанницы. При этом его знакомые, друзья, родители детей, которые занимались под началом Романа, уверены в его абсолютной невиновности. А пострадавшая сейчас заявляет о том, что просто выдумала историю запретной любви на зависть своим подружкам. По злой иронии судьбы 13 октября, в день очередного судебного заседания, обвиняемый в тяжком преступлении педагог Роман Кошкин отмечал свой день рождения. Чтобы поддержать любимого тренера, к зданию суда прибыли экс-воспитанники и их родители. Я воспитанник ВСЦ Альфы, также я хороший товарищ Романа Игоревича. Пришел поддержать своего товарища в честь того, что у него день рождения и у него сложилась такая трудная жизненная ситуация. Ему нужна поддержка от всех нас и мы сегодня для этого и пришли. Напомним, педагог находится в СИЗО с апреля 2020 года. Уголовное дело было возбуждено после того, как 13-летняя Маша, которая всего пару месяцев ходила в Альфу, похвасталась в переписке с подружкой, что соблазнила Романа Игоревича. Он мне говорил о том, что ему пишет Мария, очень странные сообщения мне. Я у него уточнил, говорю, а ты что, ты хоть надеюсь ей доходчиво все объясняешь, у него мозги на место встали. Говорит, ну ты что, конечно. В январе прошлого года Маша попросила педагога о встрече под предлогом того, что у нее возникли проблемы в семье. Мужчина согласился. А после в школьном чате появилось то самое сообщение, которое шокировало взрослых. С заявлением в полицию обратилась социальный педагог. Я прочитала постановление, что там написано, и просто в шок пришла. Знаю Рому, то, что они, находясь дома, он ее там на колени себе посадил, целовал себя с ней. Вот, ну, зная Рому, во-первых, не представить себе не могу такого, и поверить не могу. Что в этой набоковской истории правда, а что вымысел, сначала выясняли следователи, а теперь суд. Самое удивительное, что девочка уже не раз признавалась, что оговорила тренера. Сейчас мы в стадии ее допроса, просмотра видео ее допросов на следствие. Она категорически заявляет о том, что ничего не было, что Роман невиновен. Подтверждает, что первоначальная версия – это была та выдумка, которая на подружке похвасталась, чтобы поднять свою самооценку в классе. И она говорит о том, что, конечно, она во многом не понимала, какие последствия это приведет. Знакомые и близкие Романа Кошкина надеются на объективность и беспристрастность судебного разбирательства. Ну, я верю, что справедливость все-таки восторжествует, и Романа Игоревича оправдает. Я уверена на сто процентов, что такого не было. У нас было много девушек, никто такого не замечал. Он был как друг, наставник, учитель. Все было прекрасно. Какое-то есть у вас мнение, почему Маша так поступила? Она была закрытым человеком, и, возможно, она как-то хотела так проявить себя, привлечь к себе мнение, может быть так. Ну, возможно, девочка ошиблась. На защиту тренеров стали и родители бывших воспитанников. У меня ходило в официальфа двое детей, девочка 16 лет и сын 14 лет. Занимались от начала до самого закрытия. Очень были довольны. Дети болели альфой, так же, как и мы. Для нас-то интересная жизнь была. Поэтому мы все здесь, и мы хотим поздравить, поддержать его. И мы верим, что он не виноват. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Продолжение следует...